всем привет хотел бы вас познакомить с боем на охотники не тут надо пофармить фраги поэтому я решил в песке чуть-чуть нагибать вот интересный бой тут довелось мне сделать немало генератор запущен филов домашки любить да ну поскольку здесь игроки не очень высокого уровня я обычно начинаю играть сразу агрессивно чтобы побыстрее начать влиять на бой потому что нужно очень быстро слить если команда начнет цыпаться поэтому нужно сразу начать влиять на бой но здесь мы видим что постановка дымов завершена соблюдает совершает эсминец противника на торпеды сажают дальше тут и есть николай он меня не видит потому что он сам от меня скрылся в своих дымах я валю отсюда потому что наверняка так пойдут от него торпедки вот стрелять я боюсь потому что может быть слишком близко и меня засветит несмотря на дымы дистанция то уже не в домах у нас по-моему 2.7 вот значит у меня идея посадить крейсер этот на торпедки потому что он явно явно идет просто на всех просто прямо на меня точнее да ну вот мы видим что он повернул поэтому я пытаюсь откинуть не заряжены фугасы потому что вот николай то вышел я выстрелил по крейсеру это ошибка вот я почему-то все равно стреляю по крейсеру ну мне кажется что николай там и так уже умер потому что он там въехал крейсер а вот вражеский крейсер там еще не факт что умрет вот может быть я думал что у меня бабахи заряжены да я теперь решаю перевести огонь на ну то есть видите еще боюсь зарядил бабахи и все-таки начал строить косметику хотя сменится в проекцию тоже нормально вот я перезарядился на фугас и решаю себе убить николая потому что он там выжил каким-то образом промахиваюсь увидите масса ошибок несмотря на то что бой в принципе удачный но все равно увидим в реплее что можно много чего улучшить так ну там этот может быть торпедку мою сожжать ничего не сожжал я его уже добивать не буду там да все понятно пожарная тревога ой по дурацки как посмотрите я мог бы выстрелить 7 башни абсолютно без толкового собрана на за стороны кажется когда играешь что что на гибко будет идет а со стороны такая нелепая игра но здесь я просто решают летит потому что у меня уже начали три корабля фокусить вообще ни к чему терять хп не молотки устранены все равно это я бы тут выгодно для себя разменялся на таких песочных играх и достаточно просто хорошо играть надо играть просто не терять хп просто не терять хп даже выгодно нельзя разменять ты должен просто суху всех разбирать честь дымов там установка дымов завершена и любые даже там два к одному просто вероятности все процентов так же больше выиграть придете потому что команда ты за один против 23 скажем вот и наконец зарядил в бахе и в галлюцию смотрите какие цитки у меня 6 километровая торпеда я в шести с половиной километров поэтому я особо не боюсь так как и спокойно стою в домах николай может что-то кинуть это да но это он может на меня сейчас пикировать и попросить поставить мне неприятное положение разменяться со мной что мне невыгодно еще что-то поэтому долго стоять все равно нельзя двигатель в форсированном режиме в общем я решаю двигаться потому что николай наверное уже близко если он решил на меня пикировать не пофигу свечусь я нет потому что крейсер занят там чем-то ух ты николай посмотрите на него думал меня подловить мне еще и линкор кинул но линкоры на этих уровнях вообще 10 километров не пофигу свечусь даже если он не ставил торпедка было бы не очень приятно что он бы сейчас повернул выпуске могут на меня непонятно не палатки устранены да ну вроде бы все нормально мы ведем час этот крейсер уходит и у нас преимущество дважды корабля иди а ситуация не такая уж плохая и все начнет меняться потому что светлана просто отдается тайгеру на тайгере чувак что-то умеет а светлана даже просто села на бутылки на команда противника получил преимущество здесь села на бутылки от этого галицийского чувака как можно назвать корабль галиции у галиции даже выхода к море то нет хотя и же колорадо мне тут кстати объяснили что охотник это на самом деле не тот охотник который там за лесовой там еще что-то радует из них и близка к победе русских добровольцев которые воевали во многих войнах добровольно ну и мы видим что он все может кроме борьбы с подводками напрямую может не бороться но все остальное полу у него нет но у него есть офигенные торпеды и очень мощное артиллерийское вооружение и он просто не жалко что не удалось получить двигатель в штатном режиме достижение 1 против 4 выигрываешь 5 джанейро все-таки заберет видимо 1 да а я заберу я заберу крейсер по сути то я был убью сейчас 4 4 я убью но достижение не дадут потому что рио джанейро выживет пока я убиваю первого но рио джанейро тоже странно вот он фулл голый вроде чего неужели нельзя было хотя бы разменяться он просто бездавна просто умрет практически даже без не повредив этого конга рио джанейро это очень мощный посмотрите мне уже половина понятки что там произошло я подозреваю что он висит противника уничтожен карл срухи что тоже довольно такие серьезные достижения потому что у него наника не коротенькие коротенькие да ну вот он что-то там поход сам на хотят ну хоть спасибо и на этом как говорится он там чего-то ранить пытается рио джанейро очень для тарана это очень медленный корабль рио джанейро мог бы средней дистанции просто там разбирать этого конга у него там масса стволов хоть фугасами хоть как там вообще просто зачем было упорываться по очкам у нас нормально все мы еще можем долго играть у нас ни одна команда не успевают выиграть до лимита времени спокойно мог бы отъехать конга это что там у нас пять пятерка то есть конга конечно сильный но рио джанейро то что вот как он все так вот откуда куда делать непонятно чего не там все очень вообще последние надежды команды и остаюсь получать два фуловых что линкора 3 даже фуловых линкора офигеть я думал два и три даже да ну тут тут его подлавливаю потому что непонятно конга очень неповоротливый он даже если затормозится чуть-чуть проедет и я просто посылаю не остается только ждать пока конга постановка дымом завершена у меня он не лопну но там держать джанейро поджог поэтому не тикает затопчик и тут есть шанс что он еще там так утонет но у меня 12 секунд до следующих торпед там у меня много хп осталось шансы есть вот зря есть дымов но хотя может и не ну да вот вот но почему-то он мне не попадет а не он попал ну вот так и ошибки тоже столько много ошибок сейчас можно было просто дымов стоять неполадки устранены ну или хотя бы выезжать как-то носом или кормой надо было может быть кормой да ну как-то нелепая выехала короче был бой визящный надо было пятиться до конца а потом спать пока еще затоптикал и был шанс что он тонет так но это очень сложно просто рассчитать я может быть и зато не видел даже в игре что затоптывание весь небольшой но сейчас остается мы в принципе идет равна игра я не знаю почему а мне позвонили по телефону я был занят телефонным звонком поэтому я не отреагировал или чем-то я буду просчитать только ставка пришла короче прикрылась с этим бороться но там тут ну и я просто мне кофе что я вперед берег частично это меня закроют его орудий плюс не большой куда он пока он там будет стрелять у меня шторпиливать и все бам-бам-бам 5 попадал противника уничтожен да но победа ближе не стало потому что несмотря на то что два фуловых инкора разобранный где-то лазит ищет а вот он тут очень удачно подлавливает тут у меня хватило реакции затормозить и он выстрел не надо и мне чуть-чуть осталось до дымов мне надо повернуть повернуть может быть иранов ну вот я думаю он будет берег втыкаться но пусть позвольствовать установленный дымов завершена но оказалось что он сдал вот назад вот туда и торпеды ушли в молоко сейчас мы просто ждем дети мне уже пять пуков не видел что она вот какая-то попала да какая попала а вон там 2 папа алексей не заменил уже потому куда попала 2 можно было догадаться что он сдает назад ну сколько я уже ошибок на что вы зная 8 7 8 смотрите я стреляю не тут вот я кидаю никуда ясно что он сдал берегу ближе к лев то есть несмотря на удачный бой я сразу с при реплея замечаю может быть ну сколько 7 8 чем такие довольно очевидных ошибок а если играть вообще без ошибок можно в песке нам сделать процентов 80 никакие 80 85 90 можно делать ну потому что это нереально ты просто посмотрите какой-то туре не горит и просто выносишь там человек люди пачку ты даже делать особо ничего не на просто какие-то элементарные создать правила иметь какую-то небольшую тактическую сообразительность она не ошибаться то есть ничего сложного нет но одна ошибка ты в порту такая игра на изменить ошибку каждого дня завоевершить трудно но они достаточно простые несущность один раз ошибиться поэтому вот тут на меня удивляет но он очень плохо стреляет могу подождать выстрелить с одной башни посмотрите он мне тут фактически шатает уже вот еще он дал не отцепиться принципе он бы и не мог не помешать я думаю накидать ему торпед час еще раз он же не пробок меня преследовать поэтому я ему просто на ход ноги так вот накидаю и они могут дойти в принципе они на четыре с помощью километра на двигатель форсированном режиме да но я решаю отойти потому что он полностью едет на меня я сейчас засвечусь ну вот ну понятно если бы я был на миссии я бы наверно затормозил не стал бы ехать он едет и он ловит там много вот такой бой сто шестьдесят две тысячи бумажки 6 фрагов и в конце я забрал три фулловых линкора три фулловых линкора подряд один против трех да она это просто действительно охотник настоящий спецназовец других таких кораблей нет даже в песке да сейчас по идее должны статку показать ну ладно не знаю что то зависло все ну ладно в принципе сто шестьде тысячи и шесть пуков ну что ж всем спасибо